Вы просили, я показываю. Покажу вам наконец-то свою мастерскую. Сейчас мы здесь включим свет. Вы увидите, как здесь все выглядит в реальности. Я, конечно, ее еще полностью не разобрала. Мне нужно привести в порядок шкафы, провести там полную генеральную уборку, инвентаризацию. Потому что, когда ткань достаешь, обязательно какая-то сбивается, и ты думаешь, а ладно, потом поправлю. И в итоге это превращается все вот в такой вот вид. Я этого очень не люблю. Мне нужно, чтобы все лежало красиво, аккуратненько, желательно симметрично. Поэтому это мне еще все предстоит разобрать. Но я думаю, потихоньку, потихонечку я все разберу. Так, как у меня выглядит вообще мастерская? Здесь стоит около двери стеллаж, который у меня собирал Ян. Я прям ему рассчитала размеры, чтобы вот под эти ящики, чтобы все было удобно. Вот у меня у нас прям под потолок, под размер сделан. Три таких шкафа, икейских. Так, вот так отойду, чтобы было видно. Под шкафами узкие ящики, видите? Над шкафами вот ящики широкие. Так, переходим на эту сторону. Здесь, соответственно, здесь машинка моя стоит всегда. Здесь я конкретно вот шью. Но оверлок и коверлок, они здесь стоят временно. Когда они мне нужны, я переставляю их на эту столешницу, где свободно всегда, и шью уже на них здесь. Так что здесь они стоят временно. Машинка здесь стоит всегда. Эту машинку мы купили не так давно. Она бушная. Так как моя любимая машинка, подаренная мужем мне лет 18 назад, с компьютером сломалась, я пока не могу найти мастера. Но это прям прекрасная машинка, меня тоже на полностью устраивает. Так. Очень мне нравятся вот такие панели. Я от них, если честно, в восторге. Они максимально функциональны. Да и что говорить, мне нравится, как это выглядит. Потому что, посмотрите, когда вот так вот ниточки висят все, да, как сказать, расположены здесь, мне это приносит эстетическое удовольствие. У меня это не вызывает какого-то такого визуального шума. Мне это нравится. Вот. У меня не так много крючков этих. Надо еще дозаказать, чтобы можно было сюда повесить. Конечно, там неровненько что-то это все перевешу, чтобы было все это красиво. Ну вот. Снизу идут тоже ящики. У меня везде такие ящики. Это крайне удобно. Потому что в них хранится все. Там лоскуты даже я сохраняю. Они всегда пригодятся. Всякие мелочи. И главное, это не пылится ничего. Еще из самого удобного, что мне нравится в мастерской, это такие вот мини-стеллажи с ящичками. И мне нравятся именно прозрачные ящики. Я конкретно вижу, что вот мне нужны, допустим, бусины. Я вижу, что они там лежат. Еще есть прикольные деревянные, но тогда придется подписывать. А это мне неудобно. Так. Окно, конечно же, пора помыть. Обязательно это когда-нибудь сделаю. Вот одно из недавних приобретений. Это такой стеллажик из фанеры, из тонкой. Я вообще этот стеллаж приобрела на Валберис для выставки. И планировала, что там будет лежать мое мыло. Но, так как у меня здесь краска была, вот так вот стояла рядами, друг на дружке. Вот. Это было очень неудобно. И я такая посмотрела на этот стеллаж и думала, о, классно, сюда можно поставить мою краску. Здесь акриловые красочки, всякие пасты, разбавители. Не знаю, все подряд. Вот. Здесь у меня уже лежат красочки Генезис для реборнов и для полимерной пластики. А это стаканчики. Да, вот стаканчики для анализов, для мочи. Я в них разбавляю как раз краски Генезис, чтобы ими работать. Так. Это вот так вот выглядит с этой стороны. Так. И здесь по этой длинной столешнице, снизу, конечно же, тоже ящики. Их несчетное количество у меня. Они очень удобные. Так. В данный момент все здесь вот на 1 октября 2023 года. Это выглядит так. Но я думаю, что в следующем году, ну, может быть, и через... Не знаю, не в следующем, через два года. Нам нужно будет убирать вот эти вот окна. Раньше они выходили на улицу. Теперь у нас там терраса. Мы ее только строим. Она у нас будет закрытая. Там будет а-ля гостиная, не знаю, зимний сад. Мы еще пока не спланировали целиком и полностью. Но эти окна мне абсолютно уже не нужны. И мне придется нам все вместе вот это вот все убирать, соответственно. Убирать окна. И мы будем закладывать эти проемы пеноблоком. Соответственно, придется переклеивать обои. Вот. С этой стороны я надеюсь, что мы затянем все плотно пленкой. И переносить не придется. Просто если придется все это еще выносить, это будет, конечно, тихий ужас. Вы представляете, сколько это работы? Насколько это дней? Поэтому эти окна, когда уберутся, я буду, если честно, счастлива. Потому что у меня появится полезное пространство, на которое я, например, смогу разместить какие-нибудь полки. Ну, например, для моих творческих книг. По вязанию, по шитью, по вышивке. Ну, или даже вот для такой еще одной панельки. Потому что это вот пространство теряется целиком и полностью. Ну, вот. Плюс ко всему, вы видите, у нас столешница выше уровня подоконника. И это очень-очень неудобно. Вот. Поэтому потом здесь будет только лучше. Ну, я ее и такой люблю, свою мастерскую, если честно. Ну, на, это я проходила курсы по мишкам Тедди. Вообще, я не люблю это вот вешание на стены. Считаю, ярмарка тщеславия. Ну, у себя здесь повесило два из пяти, которые у меня есть. Вот. Ну, пусть греют мою душу. Сюда ко мне никто не ходит. Кто тут ко мне пришел? Крестюш, ты? Ну, вот. Я думаю, что я вам достаточно подробно все показала. Крестюшка, да, сейчас выйди, пожалуйста, зайка. Я досниму. Если есть вопросы какие-то, задавайте. Я, конечно же, отвечу отдельным видео. Да, мое солнышко. Вот выглядит это все вот так. Столешница. Вот вопросы были про столешницу еще в ТикТок. Столешница сделана из фанеры. Вот это вот остались следы от ножек, вот от того каверлока. Но эта пленка, она легко меняется. Столешница сделана из простой фанеры. Фанера обтянута тканью. Вот видите, ткань обычная без. И уже на ткани натянута такая плотная пленка. Так, фокусируйся. Но дело в том, что в мастерской моей, не знаю, лет 5, наверное, и вот как 5 лет назад мы сделали, мы еще ничего здесь не меняли. Вот все как было, так и есть. Только определенные там предметы меняют свою локацию, переезжают с места на место. Так как я люблю, в принципе, перестановки. Например, вот этот вот, ну, три вот этих вот стеллажика, они стояли вот здесь. Сейчас они переехали сюда. В данный момент все выглядит вот так. Оп. Ну, я думаю, что подробно вам все показала, рассказала. И, в принципе, все видно, как это и из чего это сделано. Чунька, красотка.